На бизнес-форуме сейчас будет небольшой перерыв, но трансляция не прервется. Мы будем заполнять время небольшого кофе-брейка рядом интервью. Ну то есть эксклюзивные комментарии и первый наш собеседник Ивао Асахи, независимый эксперт по международным стратегическим вопросам, советник по Японии и странам АТР Ассоциации Индустриальных Парков России. Добрый день, спасибо, что согласились на отдельное интервью. Вы в своем докладе говорили про то, как развивать индустриальные парки, вот такие целые города, высокотехнологичные. Но это был какой-то очень японский пример страны, которая очень густо населена и в которой есть высокие технологии. А вы уверены, что в России так же легко построить, например, скоростную магистраль или найти квалифицированные кадры, которые можно быстро сгруппировать в одном месте и резко рвануть в смысле производства высокотехнологичной продукции, в частности, развить кластер среднего и малого бизнеса? Спасибо, спасибо вообще. Спасибо за то, что вы прослышали мое восприятие. Что касается вашего вопроса, я думаю, что все возможно у вас, в Екатеринбурге, особенно в Свердольской области, на Урале, потому что у вас есть все. У вас есть сырья рядом с вами, у вас есть люди, у вас есть институты, у вас есть заводы и тоже есть в основном существует инфраструктура. Поэтому это совсем возможно, например, транспортная инфраструктура, скорая, высокой скоростью, возможно ли или нет организовать или нет, это не вопрос. Вопрос это, как это надо, как это сделать. То есть все-таки это надо. Даже в Америке, Канаде, Австралии существует на такой большой территории, очень современная транспортная инфраструктура, без которой эффективное развитие промышленности и экономики невозможно. Поэтому тоже я очень уверен, что такой фактор должен быть включен в состав вашей стратегии развития. И это совсем будет возможно. Хорошо, будут технополисы, индустриальные парки, предположим, Федерация вложит в это значительные средства. А что там производить? Ну потому что отечественные товары никто не ждет, ни на каких рынках Японии. В свое время повезло, ну там, в силу того, что оккупационные войска Соединенных Штатов хотели наладить экономику на территории Японии, они открыли свой рынок, в частности. Российские товары не нужны никому, но в лучшем случае на территории Евразии, Евразийского торгового союза. Вы знаете, это очень интересный вопрос, но ответ очень очевиден. Во-первых, возможности всегда есть. Сейчас вы сказали, что никому не нужны российские промышленные товары. Я 50% согласен, но другие 50% я не согласен об этом. В Японии тоже есть всего 48 регионов. В Японии, да, несколько регионов говорят, что у нас также у вас нет хороших товаров, никому не нужен, даже для себя не нужен. Как это сделать? Здесь нет занятости, здесь нет инноваций и так далее, так далее. Но один или два или три новых молодых предпринимателей пришел в регион, начал бизнес, развивать успешно. Вот такой кейс, пример всегда можно видеть. Поэтому, во-первых, нужна очень хорошая атмосфера инноваций предпринимательства. Я думаю, что у вас в Беларусьской области есть. Во-вторых, нужен хороший климат. Принимать вот таких новых людей, создать новый бизнес, но нужен очень хороший климат. Я послушаю сегодня информацию, у вас есть готовность улучшить свой климат. И третье, это более технические вопросы, это хороший маркетинг, хорошая стратегия развития и так далее. Это тоже сейчас время глобализации. От любых мест вы сможете получить. Поэтому возможность есть. Единственный пункт, это нельзя думать, что мы не сможем. Вы сможете. Нет, очень хорошие слова, но это не ответ на вопрос, какой товар производить, чтобы продавать его за пределами хотя бы Свердловской области. Сейчас из нового, из активно продвигаемого властью есть, например, фармкластер. Производство лекарств, но и то, там расчет в лучшем случае на местный рынок или на российский, никакой речи о глобальном рынке не идет. Что здесь можно делать? Может быть, там, я не знаю, нефтяное оборудование, у нас внутренний рынок колоссальный для этого. Ваш вопрос, иметь такой вопрос всегда очень правильный. Очень правильный. Но, представляете, какой ответ вы ожидаете? Например, я подскажу что-то, какое-то новое лекарство. И вот это лекарство вы сможете производить на вашей территории, и сразу вы найдете очень огромный спрос на мировой рынке. Вы ожидаете такой вопрос, конечно, такого ответа не будет не только у вас, в Японии, в Америке, в Европе, никаких таких ответов не будет. Здесь нужно две категории. Во-первых, на уровне, то есть стратегии, это, конечно, как направление надо искать. Вот такое. Это лекарство, это огромная промышленность, это авиация, это надо выбрать. Очень умно. Но одновременно, на второй уровне предпринимательства. Это совсем индивидуальные люди подумают совсем по-разному. Я подскажу очень маленький пример в Японии. Вот один из очень бедных регионов в Японии, но там было очень много, как сказать, культуры, апельсин. Но слишком много. И уже спроса нет. В Японии, в мире совсем нет. Потому что все очень обычные. Там один очень молодой, как сказать, новый предприниматель пришел, потому что отец, его жена, жены были из данного региона. Начал маленький бизнес. Представительство джема на основе апельсины. И там нашли очень много сортов, интересных сортов апельсины. И он подготовил очень разные джемы по разным способам. Сейчас вот это его бизнес, один из очень успешных бизнесов, не только внутри региона, в Токио, в Осаке, в крупных городах. Его маленькие продукты покупают. Вы знаете, местные люди ничего не думали. Наш апельсин плохие. Никому это нужно. Но вот этот человек, он не был специалистом джема. Просто он подумал. О, давайте подготовим один джем. Вот такое предпринимательство очень-очень важно. К сожалению, никто не подскажет ответы за нее. Представляете, да? Но нужно создать климат. Молодец местные люди, потому что они, местные люди, не отказали от этого нового человека. Представляете, это было нужно. Очень важно. То есть, один очень умный предприниматель, вот этот нужен. А также климат, это местные люди, местные правительства, чиновники, это тоже, как сказать, сотрудники с небом. Вот это, я думаю, что нужен. И я хотел бы послушать, что я чувствую, что у вас есть вот такая атмосфера, такая культура. Вы говорите про малый бизнес, при этом экономическое чудо Японии основано на больших корпорациях, на Дзайбацу, которые в свое время производили все. Это мега-монстры, это вот несколько Газпромов российских. Почему бы нам не пройти этот этап для начала? Зачем нам сразу развивать предпринимательство? Может, нам еще какая-то вот эта стадия нужна? Спасибо за такой вопрос. Я тоже хотел бы прямо ответить на такой вопрос, что, например, Тойота. Сегодня я подсказал о городе Хамаматсу, там находятся компании Ямаха, Хонда и так далее, так далее. Ну, даже вот другие компании, как Панасоник, да, все это крупные японские компании, да, глобальные гигантские компании. Но какие было начало? 40-50 лет назад один человек, например, господин Сузуки, автопром, да, господин Каками, компания Ямаха, или господин Хонда, да? Шарп, можно сказать, из послевоенного. Да, 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 да. Они создали свой бизнес, как маленький, маленький цех. Представляете? Это также, это одинаково, как я сказал о джамме. Начало, это один человек создал свой малый, даже, можно сказать, малый бизнес. Вот территория вот такой типа, маленькая цеха, они начали. И через лет 40 гигантские компании. А также сейчас в Америке вы тоже, да, наблюдаете, да, Facebook, Google, вот тоже. Одинаковые, да? Почему нет из Екатеринбурга? Это совсем возможно. Хорошо, вы много говорили про климат деловой. Деловой климат формируется, ну, во всяком случае, в России во многом за счет госаппарата, за счет работы бюрократии. Япония одна из самых забюрократизированных стран, но при этом там бюрократия не мешает ни малому бизнесу, ни крупному, а в России мешает. Вы бы что посоветовали? Как переделать наших бюрократов или там наш госаппарат, чтобы он тоже, ну, не мешал нашему экономическому чуду? Спасибо. Япония тоже, да, мое личное мнение, очень бюрократизированная страна, и наши чиновники как раз мешают очень много развития бизнеса. Поэтому мы даже, как сказать, ощутим, что, как сказать, отрасли, которые правительство, если правительство бюрократии, да, какой-то отрасли для развития, да, тогда уже нужно завивать вот такие отрасли. Потому что всегда правительство неправильно бюрократии, да, тоже в Японии так говорят, да, не только в России, тоже в Японии. Здесь важно, как я сказал в своем выступлении, эффективное ГЧП, это очень нужно. То есть я сегодня подсказал о создании технополиса в Японии, да. Вот это успешный кейс, это город Хамамадзу. Национальное правительство подготовило системы, системы развития технополиса, да. И они подготовили бюджет, несколько бюджетов, не 100%, может быть, 30%. И все, все. Правительство, префектуры, они играют как эффективный координатор. Но инициаторы – это бизнес, местные бизнесные люди. Поэтому вот это агентство, произведение инноваций в городе Хамамадзу, да, я сказал, что совет директоров – это все предоставители из бизнеса. Только секретариат – это чиновники. И они, как сказать, реализуют вот это мероприятие, которое национальное правительство подготовило. Представляете, вот это, я думаю, что вы сами должны найти вот какой-то самый эффективный стиль, самый экспертный подход для вас. Который, как сказать, можно, как сказать, двигать эффективное партнерство между государством и бизнесом. Вот это, я думаю, что очень важно. Хорошо. Ну, родственное японскому корейское экономическое чудо очень опиралось на поддержку государства, на прямой протекционизм. Льготные кредиты вот этих первых диктаторов Южной Кореи в России. В России, ну, вот, не так давно вступило во Всемирную торговую организацию. Возможности для протекционизма закрыты. А вот этот этап нам нужен? Ну, то есть, пока бизнес слаб, пока мы не очень конкурентны. Нужно ли нам запереться или, ну, вот раз уж мы очутились на ветру, на холодном ветру глобального рынка, тут надо и крепнуть. Спасибо огромное. Это очень важный вопрос. Спасибо за вопрос. Это очень важно. Да, у вас после вот этого вспоминания режима ВТО у вас в России меньше возможности протекционизма. Это правда. Но нужно очень четко понимать, что режим ВТО не запрещает развитие территории. Они, представляете, они разрешают, не надо выбрать конкретные предприятия для, как сказать, протекционизма. Да? Но они ничего не говорят, что сделать для развития региона, развития территории. Поэтому сейчас очень важно, это через территории, через развитие территории, через территории, через развитие региона, как вы должны подумать, как развивать промышленность, как развивать свой, как сказать, двигатель будущего роста. Вы представляете вот эту разницу? Да, но инфраструктуру никто не мешает строить. Да, да, да. Особенно инфраструктура, очень умная стратегия развития инфраструктуры, увеличение важности, занятости, это то, что где, как сказать, ВТО не запрещается. Хорошо. Последний вопрос. Наши власти очень любят большие проекты, которые, ну вот в том числе, привлекают международное внимание. Олимпиады или, например, Екатеринбург участвовал в конкурсе на право проведения экспо. Насколько это действенно, ну вот, учитывая опыт Олимпиады? Вроде все про Россию знали, но каких-то особенных денег в Сочи это не привело. Экспо мы, конечно, не получили, а если бы получили, ну там, однозначный был бы результат. Стоит ли в этом участвовать и тратить, ну, грандиозные государственные деньги на такие мероприятия? Спасибо огромное. Это я, как сказать, да, моя позиция очень очевидна. Во-первых, такие грандиозные проекты иногда очень нужны для развития территории, развития города, развития региона. Посмотрите, город Барселона, да, Испания. После Олимпиадов город стал очень красивым современным городом. Тоже Сеюр, да, корейский. Сейчас видите, такой красивый современный город. Это Олимпиад помогает. Представляете? Поэтому Экспо, Олимпиады и так далее, так далее. Я очень, как сказать, поддерживаю инициатив правительства федерации, Российской федерации. Если возможно есть, тогда привлекать вот такой шанс. Это очень хорошо. Одновременно, одновременно нельзя сделать, просто организовать такое-то гагянское мероприятие. Это должно быть просто, это инициатор комплексного развития региона. Это должно быть один часть комплексного подхода регионного развития. Вот это очень важный ключ. Спасибо большое. Это был Ива Ахаси, независимый эксперт по международным стратегическим вопросам. Спасибо. Мы скоро продолжим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.